Всем привет, это Феноменарина, с вами Гао Фен. Сегодня я в одном бывшем металлургическом заводе на территории Бекина. Только сейчас его территория уже превращена в арт-зону. Но сегодня я здесь не ради арта, а ради нее. Вы, наверное, уже замечаете разницу между ней и обычными машинами. И наверху в салоне сложная установка, именно в ней таится секрет. Это беспиродные автомобили. В Бекине уже есть специальная территория, выделенная для того, чтобы люди могли попробовать беспиродные такси. И всего нужно делать это скачать мобильное приложение на телефоне и дальше вызываешь такси, как обычно, очень просто. Ну что, давайте посмотрим, что интересного внутри. Итак, вроде внутри ничего особенного. Кроме того, что перед мной какой-то планшет. Мне сказали сотрудники, что обязательно делать это. Пристегнуть лимень. Иначе машина не отправляется. А дальше мы просто нажимаем кнопку, где написано начать поездки. Ну что, поехали? Как вы видите, впереди за рулем отсутствуют водители. А рядом в пассажирском сидении есть сотрудник. Это сотрудник по безопасности. Если произойдет что-то неожиданное, то он должен быстро среагировать и обеспечить безопасность пассажиров. То есть он здесь для постраховки техники. Вроде все началось плавно и спокойно. Мне сказали, что в этой артезоне скорость поездки не больше, чем 30 км в час. Пока машина ездит по заранее запланированному маршруту, ну как бы здесь не хватает плярных, дорожных обстановок. Например, нет посторонних автомобилей, нет переходящих улиц людей и тому подобное. Как я уже сказал, что здесь ездят по зафиксированной и невысокой скорости, что позволяет водителю быстро принять решение в случае неожиданности. Как вы видите, в этой артезоне также находятся несколько объектов для зимних Олимпийских игр, которые пройдут в следующем году в Пекине. Тогда вот такие беспиродные автомобили будут и обслуживать спортсменов и сотрудников. У этой новой машины уровень автономности L4. Что это означает? Автоперодирование делится на шесть категорий, от нулевой до пятой. С нулевой все понятно, да? Никакой автономности. А что идут дальше, я вам сейчас расскажу. L3, то есть уровень L3, это условная автономность. Человек принимает то или иное решение во время вождения. Автомобиль отвечает лишь за некоторые функции. А L4 в высокой автономности. Автомобиль отвечает за все функции, но находится под контролем человека. Как вы видите, у нас в машине есть сотрудник по безопасности. А уровень L5, это полная автономность. Водители превращаются в пассажира. Хочу отметить еще, что этот автомобиль оснащен системой автоперодирования от компании Baidu. Для тех, кто не знает, это китайский IT-гигант, как и американская компания Google. В 2010 году Baidu занялась исследованиями искусственного интеллекта. Спустя еще два года в компании приступили к разработке беспиродного автомобиля. Теперь это лидер новой индустрии. Перед нами ездит какая-то машина. Без вмешательства автомобиль автоматически уменьшает скорость. Автомобили с системой Baidu четвертого уровня автономности проехали уже более 10 миллионов километров. Только за 2020 год пробег автоперодников в Китае составил 1,2 миллиона километров. А 96% из этих километров проехали машины с системой искусственного интеллекта Baidu. Поэтому мы скоро приедем на пункт назначения. Как вы видите, рули автоматически крутятся. Круто, да? Ну что, машина остановилась. Теперь выходим. Ну вот и завершилась моя поездка. 10 минут за мою жизнь не отвечала техника. Она принимала все решения, как оказалось, абсолютно правильно. А теперь у меня к вам вопрос. Доверяете ли вы искусственному интеллекту? И если такие машины полностью и окончательно вытеснят обычные, будете скучать по вождению? Пишите в комментариях. Буду ждать. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...